Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Бахрев. О всех событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. В университете Казанского университета появился новый аппарат компьютерной томографии. В КФУ состоялось ток-шоу, посвященное вопросам иностранных студентов. Состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, на которой в формате прямого эфира президент ответил на вопросы журналистов. Была затронута тема дистанционного образования, в частности, обсудили требования некоторых студентов вернуть часть потраченных денег на обучение. Если взять структуру расходов высшего учебного заведения, примерно 70% это расходы на заработную плату. Поэтому у высших учебных заведений жирка для того, чтобы снижать оплату за обучение в онлайн, у них почти нет. Если преподаватель, профессор, доцент читает лекции, энное количество, икс часов, он что в оффлайн читает, что в онлайн читает, он все равно это читает. За что ему меньше платить-то? В университетской клинике Казанского университета появился новый аппарат рентгеновской компьютерной томографии. Аппарат позволит проводить диагностику организма человека за несколько минут, тем самым уменьшая время постановки диагноза. Дай Бог будет служить и людям, и пациентам, и вам интереснее будет работать. Спасибо, что собрались, что достаточно быстро смонтировали здесь. Стоимость аппарата составила порядка 70 миллионов рублей. Спектр возможностей нового компьютерного томографа очень высок. От исследования костей до исследования нервов пациента. Помимо этого, пациент во время процедуры будет меньше подвержен облучению. Позволяют значительно снижать лучевую нагрузку на пациентов. Фактически это происходит за счет индивидуального подбора мощности, которая необходима при исследованиях. Унифицированные протоколы, дополнительные функции системы обработки данных, доступные нам ныне. Они, соответственно, позволяют проводить исследования и отвечать на все клинические задачи любых специальностей. Принцип действия аппарата таков. Пациенты помещают в томограф. Уже после полного сканирования на компьютере врачи могут посмотреть организм человека. При желании можно убрать с монитора те или иные органы, к примеру, кости, чтобы рассмотреть кровеносную или нервную систему человека. С помощью этого аппарата можно понимать состав, структуру каких-то злокачественных образований, понимать, как контраст проходит через эти ткани. И таким образом доктора могут сделать вывод о том, какой состав образования доброкачественного или злокачественного, что он из себя представляет. Сложности в использовании аппарата у врачей не возникает. Команда униклиники достаточно компетентна. И диагностика пациентов с помощью нового компьютерного томографа начнется в ближайшее время. Лев Диденко, Лето Басова, Универ Ньюс. Состоялся 15-й съезд Ассоциации Совет Муниципальных Образований Республики Татарстан, который прошел на площадке ГТРК «Корстен». С приветственным словом выступил президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров принял участие в мероприятии. В рамках съезда была презентована книга обо всех руководителях городов и районов республики, начиная с 1920-х, заканчивая 1930-ми годами. Заселение в общежитие, как будет проходить сессия и какие новшества ожидаются от Казанского университета, обсудили в прямом эфире. Смотрим. Прошел прямой эфир, посвященный вопросам иностранных студентов. Обучающиеся смогли задать вопросы в чатах социальных сетей, а также офлайн. На них ответили проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев и директор департамента внешних связей Казанского университета Ольга Вершинина. Одной из тем стал отток иностранных студентов из России. Мы видим некоторое увеличение количества переводов в свои вузы в зависимости от той страны, где проживают студенты. Достаточно объяснимо. В основном переводы осуществляется в наши партнерские университеты. У нас есть заключенные соглашения с этими университетами. В соответствии с ними студенты зачисляются на бюджет, на контракт в эти университеты для того, чтобы им было просто удобнее учиться. То есть они хотят взаимодействовать с преподавателями, в том числе контактный формат такое обучение. Студентов интересовал вопрос особенностей размещения в общежитиях в этом году. Сегодня были вопросы относительно того, как будет учиться рейтинг для тех студентов, кто находится за пределами, кто еще не въехал. А вот сейчас разрабатывается особая система бальной рейтинговой для вот этой категории студентов. Мы, безусловно, учтем ту ситуацию, в которой они находятся. То есть они не могут участвовать во многих внеурочных мероприятиях, сейчас очень находясь здесь. Поэтому, безусловно, они не будут поставлены в какое-то ущербное положение. И мы учтем их активность образовательную, прежде всего, учебную, успешность в принятии решений относительно их будущего проживания в общежитиях. У многих иностранных студентов возник вопрос также и о том, как решить сложности с миграционным учетом. Многие ожидают продления визы регистрации. Казанский федеральный университет также пытается помочь им в этом. Сейчас разработали специальный телеграм-бот. В чате телеграм можно зайти, зарегистрироваться будет на него с понедельника, на следующую неделю. Но для этого нужно будет прийти на гвардейскую 32, получить специальный пароль. И далее вы уже можете не приходить, а с использованием этого телеграм-бота отправлять запрос и получать статус своих документов. Более того, когда документы будут готовы, вы автоматически получите сообщение в свой телеграм-чат, для того, чтобы вы точно знали, что вам дальше делать. Сейчас идет разработка чат-бота для абитуриентов будущего года. Орфографический конкурс Spell Battle, организатором которого выступает Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета, отметил свое пятилетие. Он нацелен на решение проблем безграмотности и повышение интереса к межкультурному общению. В рамках торжественного события была проведена юбилейная игра. Конкурс Spell Battle – один из самых успешных наших проектов в институте, так как он задействован для того, чтобы наши студенты правильно проговаривали слова, правильно их писали и таким образом продвигали наш русский язык, татарский язык и английский язык. Что такое криптовалюта, чем вызваны рост биткоина и разработка какой цифровой валюты ведется в России – обо всем этом в материале нашего корреспондента. Стоимость биткоина остановила новый исторический максимум. В ночь на 17 декабря курс поднимался до 22 тысяч долларов, что следует из данных биржи CoinDesk. По одной из версий, повышение курса связано с тем, что один из банков Сингапура решил запустить собственную криптовалютную биржу. Однако не все эксперты согласны с этим. Рост и падение криптовалют по сути определяется, как сейчас говорят, хайпом. По всему миру цены лезут еще вверх, еще большее количество присоединяется и так по принципу лавины. До тех пор, пока вдруг все не осознают, что дальше уже нельзя, еще дороже никто не купит. И тогда начинается обратный процесс, как это было несколько лет назад. Криптовалюта не является наличными деньгами, поскольку существует только в форме компьютерных записей. С другой стороны, она не является и привычными для нас безналичными деньгами. Криптовалюта в том виде, в каком она существует сейчас, тот же биткоин, он, видимо, останется очень маргинальным сектором финансового рынка. Это будет такая вот игрушка для тех, кто желает поспекулировать, а также это будет инструмент для, ну, как и сейчас, собственно, инструмент для проведения каких-то серых, неофициальных платежей. В России был принят законопроект о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который признает криптовалюту, в том числе биткоин, платежным средством. Однако оплатить цифровой валютой товары и услуги на российской территории нельзя, но при этом ведется разработка цифрового рубля. Чисто технологически цифровой рубль, он основан на той же технологии блокчейн, на которой основаны все криптовалюты. Но цифровой рубль – это официальная валюта национальная, за которой стоит ее эмитент Центральный банк Российской Федерации. Отличие цифрового рубля от других криптовалют заключается в том, что он привязан к российскому рублю. Его курс можно отслеживать и прогнозировать, в то время как другие криптовалюты не имеют под собой никаких физических ценностей. Приживется ли эта валюта и насколько успешен будет проект с цифровым рублем, покажет время. Кристина Надышина, Универ Ньюз. Обладательница титула «Краса студенчества Татарстана» стала студентка 4-го курса Института управления экономикой и финансов Казанского университета Лейсан Тагирова. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске. А на этом все. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok